Продолжение следует... 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 сахароснижающих препаратов, они достаточно дорогие. Нам приходится докупать инсулины, которые мы не получаем по централизованным поставкам. То есть, по-моему, если они могут быть достаточно дорогие сейчас ингаляторы. Для больных банка, которые платят бюджет, остальные мы получаем бескоштовно. Значит, в общей сумме это получается и местный бюджет, и в Байганске, около 700 тысяч евро. Все это у меня есть написано, списано на столе. Сейчас покажу. Еще к этому вопросу. Вернемся к инсулину. Одна проблема, вы знаете, да, что инсулин получает, часть получает качественные импортные, а часть некачественные. Вот в узком кругу расскажите, как вы определяете дифференцированным подходом, что является? Инсулин. Я извиняюсь, вот он сегодня должен находиться, где этот инсулин? Он должен у вас быть сегодня, да? Нет, инсулин это же не стационар, инсулин получает... Нет, получаем я. Получаю я. Проходите через меня. А вы тут веры? На кабинет. Это инсулин? Нет. Я его сразу, при получении, если там вечером я храню в холодильнике, на следующий день у меня получают кабинет инсулин получает, кабинет инсулин получает, кто на мобилах. Меня не в конец. То есть вы сразу передаете? Ну я не буду поменять. Образно у вас, потому что это все у вас. Сейчас в это самое время будут рожать? Да, уже сейчас рожают. У вас но не пустят. Нет, понятно, нас не пустят. Ты можешь на сайт обратить процесс? Я видел как рожают, мне это неудивительно. Но процесс естественно. Все правильно. Здесь пахнет детьми. Это мое ощущение. В августе месяце 50 лет на одном рабочем месте. И сколько человек, я даю вам появиться в свет? В свет? Ну, мы три поколения, это точно. Вот сейчас уже рожают. 2015 точно. Три поколения судакчан. Это было 10. Это вообще... Вы великолепенчат. А я не волнуюсь. Нет, что было и беременной зайти, и медсестра зайти, и с амитарочкой. Так вам вот здесь нужна плитка, да? У меня плитка есть. Плитка есть. Не поселить, не поселить. А, просто нужны мастера, которые могут ее положить. А вы эту перегородку хотите поломать? Ну, я хочу, если можно, по архитектуре. А стоит ли это делать? Например, приспосабливать ванну, может быть, другое что-то можно придумать? Ну, может, что-то другое, но делать уже тут комплект. Я разговаривала с прорабом вот этой стройки, в которой мы стоим. Он с меня на него просил 4 тысячи. Я не протягу. А просил что? 4 тысячи. Когда железобетон? Да. 6 тысяч за укладку при? Да. 6 тысяч? У них есть там рабочие, да? А тут, понимаете, тут не только укладка, что мне надо убрать эту перегородку. Вот это такая перегородка? Ну, разговоры о том, чтобы убирать. Нет, я просто спросила, сколько он будет. У меня тогда было. А кто вы здесь употребляете? Кто там? 1 тысячу времени у меня было. Я ему предложила за 1 тысячу времени. Наши жены, но безвестные лечатся. Поэтому в таком состоянии все находится. Патриотизм как раз в этом и заключается. Я так думаю. Что туда в хирургию пришли, попали. Там какая-то результативная ситуация. Там помогли, там помыняли тоже. Ну, посмотрите, третий этаж. Все эти шкафы, бытовая комната, которая должна быть в образцовом состоянии. Это же тут. Каждая пылинка должна есть ринком, амитация. Так, где процедура? Надо дверь дать. Мы не пойдем. Из пищеблока делать инфекционный стационар. Ребята, кто-нибудь брался вообще, строители пересчитывали эти все затраты? Я смотрю, здесь потолки 4 метра. Да тут не 4, тут больше метров. Вот это типовое здание пищеблока, построенное в советские времена. Все необходимые помещения. Раджики с мясом отдельно, с рыбой отдельно, для хлебных, складывалов для хранения, овощей, моечная. В принципе, вот это типовое, так как должно быть по всей всей больнице находится сегодня около 130 человек. Есть кто-то, не мое пребывание. По калькуляции, сколько стоимость одного обеда? Вы обед только готовите? Они могут не знать. У нас есть завтрак, обед и ужин. Сейчас готовите на 93 человека, да? 96 человек. Да, на 96. Есть еще также пациенты, на которых есть какой-то пребывание, они не получают, да? Да. Какую вашу нам подарили? Сейчас, подожди, вот эту? Это промышленная, да. Полупромышленная. Полупромышленная. Сейчас у нас рабочий сколько? Всего? Рабочий, два, два, три. Вот это дороже. Это работает, это работает. Вот так, три рабочие. Вот убрать вот это аварийное здание, его снести, и вот это вот куча. И тут достаточное место для инфекционного стационара нового. А есть такой проект постройки, да, здесь? Спасибо. А есть такой вопрос, что если сегодня найдете ступень стимуляции запустить эту точку, то не исключено, что человечество может призваться в другую эпоху. Главный пугавка, потому что сейчас разрешили крыльки, да? Какие? Разрешили крыльки, да? Разрешили. 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 Сколько вы не их уже руководители, сколько вы закончили высшее учебование, да? МГУ. Математика. 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 Заходите, не состязывайтесь. Такие историечки всегда приемлемы. А вы не логикористы? Кромне. Мы вас любим, Аргуст Ияковлевна. Мы вас очень любим. Так. Значит, это у нас цифровая парка. Нет, которая работает. Это кто-то, кто плавался в стационаре старой. Это мы купили, забыли. Это филарка. Это помещение, излучение. Есть и другой кабинет, это надо новый проект, новый... Понятно, спасибо. Проблемы, изложите, пожалуйста. И что в следующем кабинете? Здесь тут неплохо делать ремонт. Какой? Ну, пол. Так у вас, в принципе, не плохо. Потолочек, стены. Ну, а вот тут пол, все пол. Как вы, как вы видите, гостя? Можно я спрошу? А вот это помещение пустое, да? Оно специально оборудовано? Это положено. Нормально. Значит, этот, хоть аппарат и маленький, он должен сдать помещение не меньше 24 квадратных метра. Здесь 30. Ну, не 36. Ну, а здесь 36. А другой, вентиляцию. Да. Поджатый наверх купол ветра. То есть, вот так вот выглядит тищенка изнутри, да? Да. Мало того, здесь можно, допустим, не нравится корешок, я могу вот так вывести и смотреть детальненько. Кстати, я могу подкорректировать уровень света. И распечатать любую... Это фотошоп, ребята. Да. Тем более приятно, что это сохраняется теперь уже в цифровом виде на длительное время. То есть, можно посмотреть в динамике, да? В течение пяти семи лет, какие были изменения. Да. Но если бы еще анализировали, на этом делали какие-то прогнозы, то это было вообще... Я так понимаю. Это... Как ощущения? Сейчас посмотрим. Покажите. Типичное проявление, как у меня. Вот так вот выглядит изнутри депутат Кривенко. Все понятно? Всех депутатов? Типичное проявление аппарата рентгеновского? 6-8? Для депутатов больше. Много очень жаловатся, что это будет платный уходный. Он спросит, кто-нибудь платил у них? Нет, я... Он не так ждет их спрашивает, я просто вас уже спросил. Ну, знаете, да все висит, все висит. Все висит, что здесь платный, все висит. Понимаете, вот, говорите, слухи... Вот я сейчас не пришел, мне больно, я говорю, я три часа здесь жду. Я говорю, как вы можете ждать три часа, когда меряем 15 минут в десять. То же самое. Покажите, кто мне дал день? Я вообще больного практически не вижу. Мне приносит с ним фермент. Ну, понятно, ситуация. Я же, по-другому, что мне это не говорят, возможно... Ну, понимаете, это уже не первый раз. Я говорю арабку, а потом, когда начинается разборка... Я много раз говорю, давайте... Вот, для того, чтобы... Человек говорит, пойдем, скажет завтра, и завтра он не будет распознать. Такие не находятся. То есть вы оказываете услуги бесплатно, да? Абсолютно. Вот свежий случай. Главному врачу приходит, это звонит депутат, что вот у меня рабочий написал, решал в больнице, что написал, за рентген он заплатил 50 гривен, там за лекарство столько-то, столько-то, столько-то. У меня волосы дымом, он говорит, да что это там? Главный врач сегодня, ты отбирается. Оказывается, он говорит, это мне приженет по охране труда, так посоветовал написать, чтобы мне побольше заплатили компенсацию на работе. Но люди скажут свое мнение по этому поводу. А это уже все, уже пошло. Люди скажут свое мнение. Все, это уже пошло. А как давно у вас появлялось новое оборудование, хоть какое-то обновленное? Продуктор, у меня договора, оплатные анализы у вас есть? Презправительница для химии, крови, общий анализ. У нас работает... Вообще презправительница? Нет, ну во всем Крыму понятно работает программа «Здоровье на Крымчан». Это все понятно. А вообще предусмотрено дополнительно? Допустим, человек захотел прийти, сдать... Нет, предусмотрено, потому как работает... Память, память, говорите. Уходящая советская эпоха. Реально. Конечно. Допустим, выключите нашу операцию, стационарную сумму заместить. Да. 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 Выключи камеру. Да. Да. Выключи камеру. Да. 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 Альфа-Кафа-Кафа-Кафа-Кафа-Кафа. Больные агрессивные становятся, потому что интоксикации или еще какие-то заболевания. И данные ребята нам нужны, они нам помогают. Спасибо им большое. Господа депутаты, вы можете сказать пару слов вашего мнения по поводу этой проверки посещения больницы? Проверка еще не закончилась. Пока еще нет. Проверка еще продолжается. Это как бы не проверка, во-первых. Депутатская комиссия. Депутатская комиссия в составе депутатов, которая хочет изучить реальную картину, которая складывается у нас в здравоохранении и помочь администрации больницы и госсовету улучшить медицинские услуги в регионе и навести порядок. Скажите, а в ближайшее время в городской газете можно будет ждать официальную информацию по поводу этой проверки? Я думаю, что да, посещение. Спасибо. Не потому, что мы так хотим говорить или мы слушаем какие-то слухи со стороны. Это постоянные разговоры, которые происходят в годы. Поэтому мы собрались в такой комиссии. Вы видите, что здесь разнопрофильная комиссия.